В наступившем году тарифы на электроэнергию для физических лиц останутся прежними, а стоимость киловатта для юридических лиц вырастет на 15%. Причинами данного подорожания стали рост закупочных цен и транспонтировка электроэнергии. Наши корреспонденты расскажут подробнее. По словам генерального директора ТОО «Батыс Энергоресурсы», подорожание для юридических лиц произошло из-за того, что поставщики и транспортировщики электроэнергии перед Новым годом подняли цены. Но физическим лицам, то есть владельцам частной собственности, беспокоиться пока не стоит. Для них тарифы останутся прежними. Для населения тарифы не изменятся, останутся прежними. Для прочих потребителей тариф увеличится на 15%. Основные причины повышения – это рост электрической энергии на станциях, а также рост транспортировки электрической энергии. Это те основные составляющие тарифа, из которых складывается конечный тариф для потребителя. Те, кто укладывается в нижний порог потребления, 70 киловатт на человек, они будут продолжать платить по 7,74. Те, кто не укладывается, до 150 киловатт будут платить по 9,65 тенге. Ну и самые неэкономные будут платить по 12,65 тенге за киловатт. Это те же цены, что и были в 2013 году. У жителей города в зависимости от социального положения реакция на повышение тарифов различна. Мы, конечно, население, я думаю, что все относимся к этому только положительно, потому что цены и так нас душат, как говорится. Так что дай бог, чтобы в этом году цены не повышались вообще, не только на электроэнергию, а вообще на всяком услуге. Если повысится, конечно, нам бьют по карманам. Естественно, если повысится свет или газ, или тепло, и наша аренда повысится, это нам невыгодно. Незначительное повышение тарифов на электроэнергию или отсутствие этого повышения – новость, конечно, приятная. Главное, чтобы она оставалась таковой в течение всего года. Марина Горбук, Алтумбек Макенов, Александр Грабарев, ТДК-42.